По всей России стремительно набирают обороты волонтерские движения, которые крепко связывают бойцов и простой народ. Жительницы разных регионов плетут маскировочные сети, которые очень необходимы во время боевых действий. Воронеж не стал исключением, ведь желающих плести сети становится все больше и больше. Помимо этого, местные жительницы отправляют и другие важные вещи, ведь на передовой у многих находятся родственники и друзья. Сегодня мы отправимся в одно из таких мест, чтобы посмотреть, как все выглядит изнутри. Наталья, здравствуйте. Как вообще давно существует Ваше волонтерское движение? Сначала мы считаем 25 августа 2022 года. Это ночь, когда мы сели думать, как плести сети после просьбы непосредственно бойцам. А мастерские начали функционировать в полном объеме с ноября, то есть когда мы уже понимали, как, что и нашли подходящее помещение. Все мастерицы, которые сейчас тут работают, они же за бесплатно это все делают, правильно? Да, безусловно. Это исключительно волонтерский труд. Все средства, которые затрачиваются на приобретение материала, это добровольные пожертвования граждан, каких-то фирм, спонсоров, которые желают поучаствовать. А труд, он, конечно, бесплатный и полностью бесплатная передача в зону СОО. А вообще все мастерицы, все добровольцы, которые приносят материалы, которые помогают все это плести, они как-то связаны с ВСВО или просто хотят помочь бойцам? Очень разные люди сюда приходят. Есть те, у которых, безусловно, как у многих, друзья, родственники находятся на службе. Но также очень много людей, у кого нет никого там. И это особенно ценно. Получается, что когда люди просто понимают, что хотят подарить свое время, свой труд в надежде кого-то спасти и защитить. Вы связаны как-то с СОО? Есть ли у вас кто-то из близких, кто там сейчас находится? Или вы тоже просто помогаете? Родственников, близких. У меня нет в зоне СВО. Есть уже приобретенные близкие люди за это время, с которыми поддерживается там общение какое-то. Потому что волонтерская деятельность не только с сетей началась, а с других вариантов помощи. То есть сети пришли позже. Поэтому и у меня, и у других организаторов у нас никого нет. А сколько вообще времени затрачивается на то, чтобы сплести вот одну сеть? Это напрямую зависит от количества рук, в которых мы нуждаемся. Если это три пары рук, то сетка 2х3, ну такой наш стандартный модуль, может быть сплетен за 2-3 часа. Есть истории, когда женщина ночью сюда приезжала, здесь доступ круглосуточный возможен, и за ночь сплела сама сетку. Сколько вообще таких мастерских существует по региону нашему? На данный момент более 30. То есть 31-32. Недавно в связи с сезонностью на дальних садах организовали, чтобы не терять людей, которые перешли на грядки. Вот. Вообще это движение всероссийское. Теплозов. Вот. И в каждом, то есть более 100 городов в нем задействовано, обмениваются информацией, делятся опытом. Вот. Траво-Воронежский регион, да, более 30. Многие говорят, что передача сетей — это бизнес. И вообще, как их вообще передают на СВО? Доходят ли они целые, здоровые, невередимые? Мы, безусловно, несем ответственность перед людьми, которые дарят свои средства, труд и время. Вот. У нас есть проверка. Мы взаимодействуем либо напрямую с военными, чтобы выяснить точную потребность в цвете сетей, что ими будет укрыто и так далее. Либо с волонтерскими движениями, которые мы можем проверить, вот, чья деятельность видна в сети. Вот. И вообще волонтерский мир очень тесный. Вот. Поэтому здесь очень сложно долго оставаться незамеченным, если ты что-то делаешь не очень порядочно. Вот. И все ребята очень стараются прислать отчеты, потому что они понимают, насколько эта обратная связь важна для людей. Вот. Прислать и показать, что вот именно ваши сети, именно в наших руках. Ну а сколько вообще сетей уже отправлено? Мы подсчитывали, получается, вот с середины ноября, что на данный момент 17 400 квадратных метров. Вот. И даже переводили в более понятные людям величины, как там футбольные поля или площадь чистых прудов. Вот. Ну то есть Ватикан мы укрыли уже порядка 20 раз. А как вообще, ну, у вас назначаются точки, в которые вы отправляете, или это происходит в каком-то рандомном порядке? У нас есть очередь заявок. То есть в принципе наших мастерских, что мы работаем абсолютно со всеми. То есть это не то, что там есть наши подшефные какие-то подразделения, и мы им направляем абсолютно все, кто обращаются, они попадают в очередь заявок. Вот. Если они проходят нашу проверку, и мы понимаем, что это действительно по адресу все попадет, вот, то просто в порядке живой очереди в любое направление. Помимо сетей вы что-то еще отправляете бойцам на зону СВО? Стараемся письма детские также собирать. Вот. Сейчас вот стали немножечко осваивать направление маскировочных костюмов. Лешие. То есть это тоже ручная работа. Вот. Поэтому. Ну, все равно основной акцент у нас, чтобы не распыляться, это сети. Вы знаете, на самом деле здесь очень много человеческих историй проходит. У нас много деток, которые приходят не в составе групп, а как отдельные ходят школьники. Вот. У нас есть история, когда мальчику, который плел сети, бойцы передали привет в виде сухого пайка. Вот. И это было абсолютно... Абсолютное счастье было для ребенка, который там со своим классом рассматривал, делил. У нас есть очень трогательная история мамы, которая, к сожалению, уже потеряла своего сына в зоне СВО. Вот. Но сети стали для нее тем вот спасительным трудом. Вот. Которое она... Подразделению, в котором служил ее сын, вот, сети, которые сплетены ее руками, были переданы.